Церковь Христа Церковь Христа Церковь Христа Иоанна 14 глава 27 стих Мир оставляю вам, мир мой даю вам Не так, как мир дает, я даю вам Да не смущается сердце ваше и да не устрашается Здесь очень важно два момента в этом стихе Да не смущается сердце ваше и да не устрашается Мы еще вернемся к этому месту Писания Колоссянам 3 глава 15 стих Колоссянам 3 глава 15 стих И да владычествует в сердцах ваших мир Божий Которому вы и призваны в одном теле И будьте дружелюбны И тоже то, что нам сейчас здесь важно Будьте дружелюбны Филиппийцам 4 глава 4 стих Радуйтесь всегда в Господе И еще говорю радуйтесь Кротость ваша да будет известна всем человекам Господь близко Не заботьтесь ни о чем Но всегда в молитве и прошении с благодарением Открывайте свои желания перед Богом И 7 стих очень важный Мир Божий Который превыше всякого ума Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе Это очень важный стих Он центральный сегодня Мир Божий превыше всякого ума Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе Уже все понятно Мы будем говорить сегодня на очень важную тему О мире Мир Это Составляющая Божьего Царства В Римлянам В Римлянам В 14 главе В 17 стихе говорится Царствие Божие не пища и питья Иисус говорит в другом месте Что Царство Божие Оно придет неприметным образом И никто не скажет здесь и там Сегодня о Царстве Божьем Очень много небиблейских трактований И даже уважаемые мной проповедники Я слышал как они говорят достаточно небиблейские вещи Когда они говорят Приходите сюда Здесь Царство Божие Есть понимание что Царство Божие это Израиль При всем уважении к Израилю и к евреям Потому что мы знаем что они имеют часть в истории Но Израиль не есть Царство Божие Простите Церковь Приходите к нам в Церковь Это есть Царство Божие Церковь не есть Царство Божие Царство Божие это не материальная субстанция Она не выражена каким-то образом Царство Божие это прежде всего Атмосфера Состояние Ощущение Некий такой духовный вакуум В котором мы живем Что-то такое что окружает нас Зашел человек Вся атмосфера испортилась Говорят Демоническая женщина вошла Демонических женщин не бывает Но что-то там за ней стоит Вы иногда замечали Пообщаетесь с человеком И думаешь Господи Как-то все изменилось И как-то все ушло Хорошее и доброе И наоборот Какая-то депрессия Приходит человек Божий Все меняется Это не есть Царство Божие Некая субстанция Что такое Царство Божие Это атмосфера Это состояние В котором мы живем Поэтому Говорить о том Что Царство Божие уже пришло И нам не надо молиться Молитвой Отче наш Это немножко странное Для меня понимание Потому что на самом деле Царство Божие Это то состояние Которого мы должны достигать И я уже говорил И повторю На мой взгляд Это важное утверждение Не все верующие Не все христиане Живут в атмосфере Божьего Царства И Скажем так Ни один человек Ни один человек Не может сказать Что я живу В атмосфере Царства 24 часа Да Может быть он так верит Дай Бог Дай Бог Если есть такие люди Я хочу у них учиться Но все мы из вас Временами теряем радость А временами Включаем самоправедность А самоправедность И праведность Это вещи взаимо Друг друга исключающие Это сразу Это то Что сразу растворяет Это как химические опыты Понимаете Это когда мы там Что-то вливаем И черное становится белым И кровь Христа Все омыло Пришла самоправедность Праведности нет Что такое самоправедность Это когда я защищаюсь Это когда я что-то Всем пытаюсь объяснить Как только я пытаюсь Что-то всем объяснить Я теряю праведность Потому что праведность Это не то Что заслужено А это то Что прилагается Господом Посредством веры Скажи аминь Праведной верой Жив будет Не нужно доказывать Как только ты начинаешь Доказывать Я правильный Я праведный И вот пока ты все еще Живешь в режиме Оправдания А если ты живешь В режиме оправдания С тобой сложно говорить Тебя сложно корректировать Тебе сложно говорить истину Потому что Что бы тебе ни сказали Ты все сведешь На некое объяснение Ты будешь объясняться Нам не нужно объясняться Нам нужно влюбляться Во Христа Иисуса Аллилуйя Христианство это не аргументы И факты Христианство это отношение Поэтому Поэтому Каждому из нас Свойственно терять Элементы Божьего Царства Причем Элементы Божьего Царства Это не так Или праведность Или радость Или мир Праведность Мир и радость В одном стакане Праведность Мир и радость Вместе Есть Божье Царство Когда мы были в Красноярске Последняя тема Очень Несерьезный проповедник С совершенно серьезным лицом Но с совершенно Всегда улыбающимися глазами Это вообще Это Который хочет быть серьезным Но глаза улыбаются Выдают себя Говорит Сегодня Мы будем говорить На самую Серьезную тему Царстве Божьем Радость Потому что Радость Это очень серьезная тема И я потрясен Свидетельством О котором Говорит Ксюша Беленок Когда она подошла К Сету Далю В Красноярске И он сказал Запомни Ты должна очень Он говорил это До проповеди Радости Может быть в разговоре И родилась проповедь Так часто бывает Поэтому Все пожалуйста Поблагодарите Ксению Беленок За то что была Потрясающая проповедь В финале Потому что Он сказал Ты должна Очень серьезно Относиться К радости Понимаете Мы Должны быть Несерьезными людьми Умное А серьезное лицо Не признак ума Да Сказал один Библейский герой Да Или это в Библии написано Найдите Ой я такой провокатор Я знаю Простите Но не я один Кстати Как выясняется В этой аудитории Их много И друзья мои Друзья мои Праведность И мир И радость Это те три предмета Которые должны быть Очень серьезно изучены Друзья мои Вы знаете Я вообще удивляюсь Людям Которые пытаются Критиковать нас И называть нас Сектами Вы посмотрите Кто рядом с вами Сидит Представьте себе Если бы эти люди Сидели не здесь А там Где они обычно Всегда сидели Раньше Где ты раньше Сидел Или вот так Ты меня уважаешь Или вот так Да На корточках И четки Да Семечка Вы знаете Я иногда просто радуюсь За некоторых наших братьев Что я не знал их раньше И те Которые говорят Вы сектанты Хочется сказать Слушай Дай Бог тебе Много лет жизни Чтобы он оставался Сектантом до конца Но ты вообще Благодари соседа Что он во Христе Ты говоришь Ой он такой сикой Ты бы знал бы Ты еще не знаешь Как он выходил Из себя Обычно он брал Что-то тяжелое И дряблое А сейчас Он просто Выходит из себя И сразу заходит А раньше он выходил И не возвращался Все-таки Есть динамика Роста Давайте дадим Аплодисменты Нашему Господу Друзья мои Вот почему Павел восторженно заявляет Никого не знал По плоти Амэн Иногда послушаешь Свидетельство И радуешься Что это свидетельство Поэтому цените Друг друга И не надо говорить Тебе повезло Браток Что ты не знаешь Меня Ты тоже меня не знаешь И давайте Не будем знать А что тебе Не надо Я и так верю Я верующий человек Я все верю Я все знаю Аллилуйя Спасибо Господу Слава Богу Что мы хоть и тварь Но новое Потому что Старое Прошло Я так радуюсь Эти слова Должны ожить У нас Друзья А когда Плоть Срывается С креста Или с крючка И Завеса Приоткрывается Знаете Есть Действительно Бог нас так погладил Посушил Помыл Подобрал Ну вот Все прочее Что иногда Даже не представишь Себе И не представляете Потому что Были в моей Жизни Такие Драматичные ситуации Когда думал Не-не Этот брат Ну что он заливает Ну какой он наркоман Что он там пил И действительно Человек Срывается И ты понимаешь Да все мы Просто Ходячий Порт Без Христа Мы Ужас Но во Христе Мы все Совершенные И посажены Небеса Давайте дадим Аплодисменты Господа Вот что такое Истинная Праведность О радости Я не буду говорить Но есть еще один Элемент Важный Это мир Вы знаете О мире Не так много Наверное И проповедовалось Поэтому я Как-то Имею побуждение Говорить именно О мире Так вот Я хочу сразу сказать Что я буду сейчас Проповедовать Не о покое И И больше всего Конечно не о покое Как вы понимаете То есть Упокой душу Это Прикол Знаете Да Ну я Вы знаете У нас церковь вообще удивительная Она В принципе Замечательная Кто-то против Запишитесь пожалуйста Кто против Ко мне на прием Мы поговорим с вами Но Знаете Тут Такая ситуация была Если вдруг Не дай Господь Вы получили Коротенькую СМС от пастора Следующего Содержания Евреям 13.17 Не надо Тянуть руки Я послал Многим И я понимаю Что ты сразу Подумал Ааа Это пастор Что-то имеет ввиду Нет Просто послал Многим Решил И если ты пришел Мне на ум Значит я тебе Еще все люблю А мне не послал Еще будет Подожди Так вот Евреям 13.17 Говорит Ну так пришло В сердце Вообще Если честно Это книжка Виновата Крис Валтона Там очень хорошо Про Слагаемую Авторитету Сказано Авторитет Равно Прозрачность Подотчетность Доступность Все Ты хочешь Быть авторитетом Для своих детей Для своей семьи Будь прозрачным О каком Авторитете Мы говорим Детей Если мы Перед детьми Сами нечестны Часто Не открыты Непрозрачны Вы знаете Вообще Это проблема В отношениях Потому что Писание говорит Будьте готовы Дать каждому Отчет Подотчет Когда муж Спрашивает жену Или жена мужа О каких-то вещах А ты говоришь Не твое дело Они же могут Поверить в это Ты представляешь Если жена Поверила Что это не ее дело Это ж Страшное дело И вы знаете Вот Действительно Хочется сказать О том Что мир и покой Это разные Разные вещи Я сразу разделяю Они как бы На первый взгляд Кажется Что это одно и то же Но вот что такое покой Я сразу Я не буду сегодня Проповедовать о покое Поэтому просто Что такое покой Давайте быстренько Евреям 4 глава 3 стих Евреям 4 глава 3 стих И потом 10-11 3 стих А входим в покой Мы Уверовшие Так как сказал он Я поклялся В гневе моем Что они не войдут В покой мой Хотя дела его Были совершены Еще в начале мира 10 стих Ибо кто вошел В покой Его Тот и сам Успокоился От дел своих Как и Бог От своих Итак Постараемся Войти в покой Онный Чтобы Кто по тому же Примеру Не впал Не в покорность Какое слово Постоянно повторяется Входить Вошел Что такое покой Это то Во что нужно войти Но это на основании Писания И другими словами Покой Это успокоится От дел Как это ни странно Но с точки зрения Библии Не с точки зрения Да простят меня Все филологи Сидящие здесь Не с точки зрения Филологии С точки зрения Теологии Теологии Слышали да? Получается Покой Это почти Почти что действие Это вообще почти Глагол Потому что В него нужно войти То есть покой Это активная составляющая Поэтому И упокоиться Это тоже в принципе Действие Упокоиться Упокой его душу И мы еще иногда Но мы используем Другое слово Мы говорим Чтобы помочь Иногда человеку Не упокоиться Как сказать Войти в покой Но так Постараться Чтобы он не упокоился Да? Что надо уже сделать? Иногда надо сказать Успокойся Вообще То есть что сделать? Успокойся То есть Произведи какое-то действие Успокой себя Понимаете? Покой Это Отсутствие Всякого действия Отдел своих Успокоиться Это перестать Делать свои дела Перестать В принципе То о чем я буду Говорить дальше О мире Там есть вещи Которые соединяются Поэтому мир Покой И мир Сейчас Но Мы говорим Покой и мир То есть Есть вещи вообще Близкие И тем не менее Разные Понимаете? То есть это не масло масляное Поэтому Очень важно Иметь в своей жизни Покой Но Это то, что зависит от нас Вот давайте так Я Изучая писание Изучая те места писания Которые я вам дал сейчас Я хочу сказать Покой зависит от нас Поэтому евреям И призывает И говорит Что нужно успеть войти Вообще Освободиться от мертвых дел То есть От дел своих Я сегодня говорил Что мертвые дела Это начатки учения Христова Первые мертвые дела Это грех Когда мы перестаем В принципе Делать мертвые дела То есть разрушать себя Пить, курить Колоться То есть это то, что просто нас разрушает Мы можем ходить годами в церковь Знать всю теологию Библейскую школу Но иметь мертвые дела Если есть наши мертвые дела В жизни Я сегодня рассказывал Не буду Я в топках сегодня проповедовал Не буду Долго говорить Но В юриспруденции Очень важна Констатация смерти Это не доктору Это юрист Там немножко другое Но Я не знаю Что там У докторов Скорее всего так и есть Но у юристов Это считается Полное отмирание Головного мозга Потому что Когда происходят Все ситуации Связанные с убийством И там нужно констатировать смерть И там вот эта причина Средственная связь Но тем не менее Мы согласны Есть понятие тромбов И говорят Что там есть Частичная парализация И мы прекрасно понимаем Что в нашей теле Может быть Одна часть тела Которая уже мертва И говорят Отмирание тканей Это все Пожалуйста К доктору Не ко мне Хуже Когда мы Думаем Что мы живые А мы мертвы И вы знаете Это отмирание Но может быть Постепенно То есть Это наличие Неких Мертвых дел И второе Что я подразумеваю Под мертвыми делами Это любые дела Которые мы делаем Не по воле Божьей Это Измаилы Которых мы Рождаем Так вот Христианское учение Это успокоиться Или освободиться От мертвых дел Вот войти в покой Вот почему у нас нет Почему мы часто Не имеем покоя Покой нам только снится Потому что все Ищем себе приключение На свою голову На нее мы по-моему ищем Я не помню Я плохо знаю русский Но тем не менее Поэтому покой Это что-то такое Что зависит от нас Мир Это то Что зависит от Господа И я смотрю Что Именно поэтому Вот Вот то что мы уже Говорили Да То что я уже читал Здесь О мире Я прочитал Несколько мест Писания Но Самое наверное Такое главное Что мне очень важно Это то что Мир Превыше Всякого ума Вот Первое Что бы я хотел сказать О Божьем мире Мир Божий Превыше ума Мир Божий Не согласуется С умом Вот Вот это вообще Очень важный фактор Духовного человека По уму Все плохо Все Это фактически Наша вера Все обстоятельства Говорят Что все С уши весла В деянии апостолов Да не только В деянии апостолов В принципе Состояние Иисуса Христа Он Наполненный Божьим миром Спал А буря пришла Помните Ученики Они не имели мира Почему Потому что Они смотрели По уму Итак Первое Что нам Мешает Жить В Божьем В таком Я бы сказал Совершенном Мире Которым наполняет Нас Господь Это жизнь по уму То есть Ум И мир Божий Не мир вот этот Мы знаем Что с русским языком Вообще сложно Мир Мы говорим Мир как Земной шар Этот мир Сотворил Господь Да Мы говорим Мир как Мир как Философия Этого мира Да И мы говорим Мир как Мир как Состояние Отсутствие Войны Смотрите Сколько Вообще Смысл Да А я говорю О мире Как о состоянии Сердца Как о составляющей Божьего Царства Мы миротворцы Но это совсем другое Мы примиряем Говорим Примириться Человеку Грешнику С Богом Да Иисус Примирил С Собою Мир Но мы сейчас Говорим о совсем Другом Это та атмосфера Когда вокруг Тебе все плохо Когда Все обстоятельства Говорят о том Что тебе надо На упокой Может быть А Бог Дает мир Более того Что такое Еще мир в сердце Это Один из путей Как говорит Господь Мы Говорим много путей Да Там пророчества Слово знания Слово мудрости Истолкование языков Слава Богу И вы знаете Один из путей Как говорит Господь Это мир в сердце Мы часто Об этом учим Да Когда Все обстоятельства Классно Все люди говорят Да-да-да Делай-делай-делай Толкают тебя А тебе в сердце Бог не дает мира У тебя нет мира Это делать Ребят Это вообще Единственная причина Почему иногда Вам кажется Что я ваш враг Заявляю официально Я не враг ваш Я товарищ И вы знаете Это Интересный момент Что Чаще Когда Бог За Многие против И наоборот И наоборот То есть Все против Все против Все говорят Не надо это делать А тебе А тебе в сердце Мир И Господь Говорит Иди И с именем Моим Победишь Мир В сердце Это мощная штука И вот Радость Это то состояние В котором Мы должны Жить Постоянно Я сказал Что невозможно Жить постоянно Но мы должны Жить постоянно Чувствуете Радость И мир Поэтому меня Волнует вопрос Почему мы Теряем мир Первое Потому что Мы живем Часто по уму Потому что Мир превыше Ума Потому что Мир и ум Они Несовместимы Надейся На Господа И не Всем сердцем Твоим Притча Третья Глава Пятый стих И не Полагайся На разум Твой То есть Когда мы Полагаемся На разум Мы Начинаем Терять мир Это вообще Одна из причин Вообще Наша жизнь По разуму По уму Она мешает Нам жить в мире Есть некий Такой Ну Это как Компас Я не знаю Что это Это что-то Что Дает тебе Покой Сколько раз Было Когда вот Вот надо Надо бежать А Господь Говорит Сидеть И вот Поймите Мир Божий Будет Когда Господь Говорит Бежать Надо Бежать Когда Господь Говорит Лежать Надо Лежать Но в нашей Жизни Все наоборот Господь Говорит Сидеть Я Бежать И, конечно, мы мир теряем. Мир теряем мы, потому что мы очень много в своей жизни делаем того, чего Бог не говорил нам делать. Конечно, одна из причин, почему мы теряем мир, это грех. Потому что грех, он разрушает Божий мир хотя бы потому, что грех несовместим с Божьим Царством. Поэтому мы теряем радость, и поэтому мы теряем мир. Вот когда я читал про мир, еще есть несколько вещей. Я вас просил, я говорил, что мы вернемся к ним. Смотрите, да не смущается сердце ваше и не устрашается. Мир и страх – вещи несовместимы. Впустив один раз страх в свою жизнь, мы теряем мир. То есть это то, что похищает мир. Вообще страх похищает мир. Но теперь я хочу идти дальше. За страхом что всегда стоит? Почему боимся? Неверие. А мне нравится слово «недоверие». Вот одна из причин, почему мы теряем мир – это недоверие Господу. Всегда, когда Бог мне говорил глобальные вещи, такое было чувство, что все были против меня. Но одно из первых – это поехать в Сибирь. Потому что я бы не сказал, что прямо вот меня, знаете, вот прямо вот меня вынесли на руках и унесли. Бог же тоже как-то вот не сразу мир дал фараону отпустить народ еврейский. Как-то не было мира у фараона, а потом казни пошли, появился мир, да? И вы знаете, вот множество было ситуаций, когда все против, а Бог говорит, будет все классно. Просто я. И вот тут вот мы всегда будем с вами, но для меня, я не знаю, как для вас, для меня это всегда очень страшный выбор. Потому что почему-то в моей жизни это так. Чтобы сделать шаг сейчас, это надо стать врагом фараона. Мне понравился исход хотя бы по той причине, что Моисей там настоящий, нормальный Моисей. И вроде и от Слова Божия имеет, и вроде и сомневается. Ну нету, ну не верю я в супергероев. Но верующий человек – это не тот человек, который супермен, слышите меня? И если Бог тебе какие-то вещи вложил, однозначно ты будешь сомневаться. Но вот как компас пусть будет мир сердца, который должен быть превыше ума. Что такое ум? Это не сам ум, это и ум других. У нас же на Руси всегда мы делимся всем. Ума нету, у соседа займи, понимаете? И самое интересное, что нам ничего, денег быстро не хотят занять, а умом все хотят помочь. Не заметили, нет? Заметили? С детства тебе помогают. Во-первых, все с детства уверены, что у тебя его нет. А те, которые вокруг, все уверены, что у них он есть. Вот эта, знаете, фраза «мама тебе поможет» или «я тебе помогу». Хочется спросить, а я тебя просил. Знаете, иногда хочется окружающим спросить, вам не надоело за меня думать? Ну отдохните, ну дайте мне подумать. Люди так хотят за тебя подумать. Поэтому вот когда мир превыше ума, не только твоего, но еще и соседа. Мало того, что твой ум тебе мешает, еще же свои со своим лезут. А что такая тишина? Ну потому что это, в принципе, борьба. Вот для меня духовная война часто. Это не просто вот там бесы и демоны. А это вот принять решение, кого я буду слушать. Мир Божий, который в сердце. Или вот эти все голоса. Потому что там и голос дьявола, и беса. Ты идешь, тебе тут, у тебя ничего не получится. Там тебе смс-ка приходит. Ты хорошо подумал, не делай. И вот, вы знаете, вот тут вот такой момент. Я могу сказать, что мне вообще понятен мир Божий. Вот есть люди радости, да. Ну не знаю. Я очень люблю лимоны, слава Богу. Потому что если бы я еще и лимонов не ел, я бы тогда точно на клоуна был похож. Я и так себя улыбаюсь. Периодически лимон надо съесть. Но вот радость, я очень люблю праведность. Поэтому мне очень нравится жить в Царстве Божьем. Я знаю, что такое Божье Царство. Извините, что хвалюсь этим. Я просто рекламирую. Welcome. Приходите в Божье Царство. Там так классно. Но одна из составляющих Божьего Царства – это мир. И если ты не научишься жить в мире, ты в Царстве Божьем жить не будешь. А чтобы жить в мире, нужно научиться быть превышенным. И это ни в коем случае не говорит о том, что нужно ум отключить. Между прочим, наоборот, в последнее время я как-то очень много анализирую. Это не значит, что мы отключаем мозги. Это не проповедь нашей и не молитва нашей Церкви. Аминь. Но по большому счету, в обстоятельствах, в выборах, когда вопрос стоял с усыновлением детей, с моей женитьбой, с переездом, с открытием новой Церкви в Кемерово, с миссионерским видением, глобальные вещи, это всегда был мир в сердце, и это всегда был «Кипит наш разум возмущенный». Но он кипит. Не твой будет кипеть, соседке будет кипеть. И вот как часто тебе и родственники говорят. Поэтому, друзья мои, ничего не делайте по разуму, ни своему, ни соседу. Есть мир в сердце, это есть голос Божий. То есть чаще всего мир в сердце, это есть голос Божий. То есть это один из путей, как говорит Господь. Он дает глубочайший мир. Поэтому надо идти за этим миром. Конечно, мы должны все проверять. Голос Божий мы должны проверять. Потому что не все, что мы думаем, что голос Божий, есть голос Божий. И вот здесь меня не всегда слышат. Я говорю, что мир, голос Божий, пророчества, сны, видения, вообще какой-то мысль, которая может прийти от Господа, это все не может идти против Писания. И если ты говоришь, я хочу научиться слышать Господа, прежде чем всего, ты должен научиться Писанию. Потому что Писание, это единственный, вот этот вот, это то, что поможет тебе отличить ложь от истины. И я хочу сказать, что часто человек говорит, что у него есть мир в сердце, но это еще не значит, что он у него есть. И не всякий, говорящий мне, Господи, Господь. Понимаете? И это можно проверить. Потому что иногда люди мир имитируют. У них есть такое сильное желание, они говорят, у меня мир в сердце. Но попробуй давануть обстоятельства. Потому что мир, он и есть мир. Его не отнимешь. мир у меня похитили. Нет, у нас не могут мир похитить. Дьявол, конечно, все может похитить, но мы мир можем потерять. Вот это, наверное, более правильно. Мы теряем мир, когда мы начинаем слушать больше человеческую философию, чем библейскую, чем библейское понимание. Когда мы грешим, когда мы впускаем страх. И будьте дружелюбными. Потом, знаете, и будьте дружелюбными, в Колоссяном написано. И будьте дружелюбными. Вы знаете, дружелюбие – это любить дружбу. Правильно? Или что-то я не то говорю, да? Вот вы знаете, чтобы иметь мир, нужно научиться быть другом людям. А чтобы научиться быть другом людям, надо быть любящим. Вот любовь, она помогает иметь мир. И действительно, вы замечали, что если вы поссорились с человеком, мир ушел. И вот дружелюбие – это одна из составляющих. Вот почему, если у нас периодически беспокойство, страх – это потому, что мы не любим людей, потому что мы не любим дружбу, потому что дружелюбие – это слово «любить». И вот, знаете, еще один важный момент. Вот я все-таки хочу… А, еще… Знаете, и есть интересная притча. Нет, вообще, есть одно местописание, которое я очень люблю, но я сегодня как-то так отчетливо увидел, что в одной притче, ну, то есть в книге притч, вот так скажем, одно и то же местописание повторяется просто один в один. Если честно, я, может быть, что-то и есть, но это есть в Евангелиях. Когда в четырех Евангелиях одна и та же история рассказывается, да? Но вот такого вот приема… Нет, есть вещи, которые повторяются. Допустим, это было в пророках, а потом в Деянии там кто-то пророка цитирует, да? То есть там и Аиля, и будут видеть видения, сновидения. А тут, понимаете, в 14-й и в 16-й главе почти в один в один один и тот же стих. Я, кстати, вот такую вот штуковину, можно сказать, все равно первый раз вижу. Притча, 14-я глава, 12-й стих. Мое любимейшее местописание. Это к нашей теме. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. О чем здесь говорится? Здесь говорится о жизни по разу. И 16-я глава, Коля, 16-я глава, 25-й стих. Опять, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Интересно, да? Повторяется, как будто вы там забыли, что было в 14-й главе. Мы вам напомним. Это, знаете, это вот я очень часто слышал, что случилось, я не пойму. Как? Ну все же отличненько вырисовывалось. Так все было классненько, перспективненько. О, русский язык обожаю. Но почему все развалилось? Потому что классненько, перспективненько, но не по слову Божьему, это дом на песке. Это жизнь по разуму. И это то, что казалось прямыми путями. Вот почему я никогда не смотрю на аргументы. Люди пытаются мне доказать. Они пытаются мне показать какие-то перспективы человеческие. Они мне объясняют, как это все ровненько, но эти пути кажутся человеку прямыми, а конец вообще очень трагичный. И мы рано или поздно, будучи христианами, все-таки должны определиться. Мы будем жить теми путями, которые нам кажутся прямыми, но конец их путь смерти, или мы все-таки научимся жить по миру в сердце. И единственным определением, идти или не идти, соглашаться или не соглашаться, делать или не делать, принимать решение или не принимать решение, это не есть человеческая перспектива. Понимаете, друзья, давайте скажем, что все, что мы проповедуем сегодня о Христе, и вся эта Библия, вот с этими всеми море разверзлось, солнце остановилось, мертвые воскресли, все это такая большая сказка для этого мира. Но это такая большая реальность для нас с вами сегодня. Вот поэтому это и жизнь. Понимаешь, для всех это безумие. Так нельзя делать. Не вздумай. А Бог по миру говорит тебе, иди и с этим именем победишь. Халлелуя. И вот понимаете, мир Божий превыше всякого ума. Почему не имеем сегодня мир? Так много. И у меня, знаете, я такую немножко поправочку написал в конце проповеди. Может быть, вы меня не поймете? Поймите. Люди со скверным характером, это не очень приятно. Ну, на себя посмотри, или на меня хотя бы. Но я хочу сказать, со скверным характером жить можно. Но ты же живешь. И соседа терпишь. И вы знаете, церковь – это не место совершенных людей. И я вам честно скажу, мне не тяжело со скверными характерами. Где-то мой характер, где-то его характер, друг друга потерпим. И это называется, как Андрей, дружба. Грешники. Так Бог любит грешников. Он не пришел к праведникам. Заметили? Там, где грех, там благодать. Но мне очень тяжело. Я не знал, как назвать. Будет сегодня такое подпольное название. светские люди. Я записывал, когда мне все время айпад исправлял на советские. Я не про советские. Я про светские. Что такое светские? У нас светское государство. Но это мы заметили. Об этом Левиафану. У нас светское учреждение. Здесь проповеди ваши не нужны. Светскость – это отсутствие всякой духовности. Это нейтральность. Мы далеки от религии. Мы всего придерживаемся, но мы это не освящаем. Это нормально в государстве. Я до сих пор уверен, что единственное, каким должно быть государство, оно действительно должно быть светским. Вот почему я против, чтобы с нас взимали церковный налог. Потому что человек должен это делать совершенно осознательно и совершенно добровольно. Потому что если с тебя это будут забирать, но ты будешь против, но ты типа отдал, это не будет работать. Понимаете? Очень важно взять, положить в конверт, положить, попрощаться, она там плачет, ты ее хочешь вернуть, а такую щелочку сделали в этом сейфе, что уже не выковыришь. Да я больше положила! Да ладно, в следующем месяце не ложите. А там как-то Господь говорит, да забудь ты уже, похорони ты уже. Вот это очень важно. Поэтому государство должно быть каким? Светским. Не советским, нет, не перепутайте. Советским уже были. Светским. А вот светские люди в церкви мне очень тяжело. Что такое для меня светские люди? Ну, я сегодня еще раз говорил, что горячие, мне очень легко с неверующими людьми. У меня нет проблем с неверующими. Я вообще, у меня нет ненависти к неверующим. Когда церковь начинает не любить неверующих людей, она перестает быть солью. Потому что мы не можем любить грех и образ жизни неверующих. Я никогда не говорил, ой, неверующие, я так люблю с вами тут. Бухануй-то, а! Но, послушайте, мы должны любить неверующих людей. Потому что в каждом неверующем человеке есть потенциальный верующий. И всегда так, смотри, когда говоришь, этот не покается, всегда вспоминает. Ну, если я покаялся, слушай, родной, ну, если ты покаялся, уж все покаются. Аминь или не аминь? Но и верующими, мне тоже легко, потому что для меня верующие люди, это единомышленники, а светские, это полуверующие. Это ни холоден, ни горячий. Ни рыба, ни мясо, я много раз говорил, соя. Ну, не люблю я сою. Ну, дайте мне кусочек мяса, короче. Или рыбки. Что такое? Рыбка-сойка. Нет, соя мне не нравится. И вот эта вот свечина, которая есть, и советщина в церкви, это тяжело. Это для меня светские люди, это люди, которые мы придерживаемся. Да, Господь, что-то, понимаете, есть какая-то сила. Вы понимаете, что-то есть, но я не буду фанатиком. Нет, мне нужны фанатики, потому что ты не можешь не быть фанатиком, ты снова будешь фанатиком. Ты будешь фанатиком Вести 24, ты будешь фанатиком телека, ты будешь фанатиком игр компьютерных, ты все равно будешь фанатиком. Ты будешь фанатиком блуда, секса, каких-то проблем, ты все равно будешь фанатиком. Поэтому лучше быть фанатиком Христа. Конечно, это немножко не то слово фанатизм, оно мне не нравится, но понимаете, я не хочу быть светским человеком. И вы знаете, я понял, я договорюсь с любым грешником, приведу его к покаянию. Есть разные методы приведения покаяния. Я вот недавно операцию и смотрел, там когда, может, не надо? Надо, Федя, надо. И как-то таки он покаялся. Поэтому Бог по-разному нас ведет к покаянию. Аминь или не аминь? Скверный характер. Знаете, мне как-то получается. Может быть, из собственного опыта, я не знаю. Как-то я знаю. Когда человек гневается, я вспоминаю, а что делал я, когда я гневался? Когда человек жадничает, я вспоминаю, что делал я, когда я жадничаю. Очень тяжело пасторам-ангелам. Есть такие пасторы, которые говорят, я совершенный. Знаете, когда мне пастор говорит, мы со своей женой никогда не ссоримся, мне сразу становится страшно. Во-первых, я думаю, как говорила Рената Литвинова, страшно шить. Но как это не ссориться? Это же скучно. Слышишь? Дорогой, вынеси мусор. Ты есть, дорогая. Дорогая, я хочу кушать. На, дорогой. Жизнь реальная, это когда у тебя есть куча проблем, но есть реальный Иисус, который способен тебя вывести. Вот это вот реализм веры. И вы знаете, вот светские люди, это жизнь по уму, это когда, ну давайте без крайностей. Да крайности всегда будут. Вы знаете, я сам очень часто люблю смеяться над супердуховностью, да? Но я в последнее время как-то вот заценил вот эту фразу. Лучше быть супердуховным или сверхдуховным, чем бездуховным. Знаете, если мы где-то перегибаем палку, в миссии, в шмиссии, Господь все подкорректирует. Потому что всегда во всем начале есть детство. Я понимаю, что года четыре назад, ну детства много было. Ну что-то Бог... Ну мы четыре года назад столько не занимались миссией реально, сколько сегодня. мы как-то больше не говорили, шумели, спорили, дискутировали, потом нам это все надоело, и мы пошли заниматься. И вы знаете, вот этот момент в церкви, я думаю, разделение существует только на этой форме. То есть есть люди, которые понимают, что обстоятельства против, но мир в сердце говорит, что это надо делать, и вторая часть людей, которые живут по уму. И поэтому, пожалуйста, если вы, ну никак не ответственны к этой сфере, не надо вторгаться. Но если Бог дает мир... Посмотрите, сколько было у нас ситуаций, когда Бог говорил ехать с детьми, что мы только не восторжим. Мы в принципе по определению должны были три раза умереть, четыре раза утонуть, пять раз заболеть, и десять раз сойти с ума. Но не происходило это. Ну, простите, разочаровались. Но когда Бог говорит, иди на войну, Он всегда даст победу. Пожалуйста, если вы видите, что у человека есть мир в сердце, не идите со своими вот этими умствованиями. Не надо. Почему сегодня так много беспокойства среди нас? Потому что живем по уму. Давайте встанем и будем молиться. Субтитры сделал DimaTorzok